Мы шли гулять с бусиком. Пыль летит столбом. У нас сегодня вторник, мусорный уборочный день. Там вот мусорка стоит. И куда я пойду с собакой? Он у меня аллергик. Придется ждать. А бусяня в бой рвется. Очень любит такие машинки. Погавкать на них. Блин, а здесь воняет пылью. У нас сухая погода. Сегодня плюс 23 градуса. И дождя давно не было. Вся пыль вверх летит. Капец. Там, по-моему, они еще и ветки сгут. В этой машине. Есть такие машины специальные. Сжигают ветки, листья. Блин, что же делать? Ну что, мы перебежали. Там по горбику люди работают. Не будем их отвлекать. Я даже не знаю, во что одеваться. Потому что вот так вот маечка и куфточка легкая. Жарко. И солнце невероятно яркое. Я даже не знаю, с чем это связано. Крепит. Вот сейчас мы выйдем. Нужно, наверное, очки носить с собой. Потому что летом такого солнца не было. Просто я опускаю глаза. И все равно мне тяжело идти. Просто режут глаза. Это вот сейчас мы среди деревьев. Красиво, конечно, невероятно. Не хотела сегодня видео опять записывать. Не знаю, есть ли смысл в этом моем YouTube-канале. Иногда лень. И времени жалко. Ой, как красиво. А с другой стороны поболтать хочется. А у меня же новая идея фикс теперь. Поскольку муж ушел с работы. И он гордо говорит, меня не уволили. Я сам ушел. Я вот теперь думаю, мы не привязаны к этому месту. Мы теперь можем переехать, жить в другой дом. И вот я неделю потратила на то, чтобы посмотреть хотя бы, какие есть дома на продажу, какие цены. Поближе к Вашингтону, конечно. Мой муж говорит, конечно, я понимаю, ты хочешь цивилизацию. Ну и я нашла несколько домов приличных. Но оказалось, что они в криминальной зоне. Говорят, что Юго-Восток криминальный. Вокруг Вашингтон, Ди-Си. Так называют не Вашингтон, а Вашингтон, Ди-Си. И нужно быть осторожным при покупке домов. Я даже погуглила. Там действительно, ну, статья, правда, от «Голос Америки» 2013 года. Там действительно и наркотики продавали. И было очень опасно. Просто стояли такими толпами, знаете, наркодельцы. И бомжей много было. И в один год пришёл мэр Вашингтона, который решил изменить ситуацию. Начал строительство, начал строить магазины, встраивать фестивали. И там было очень много чёрного населения. Люди потекли в этот пригород. Как их называют, белые воротнички и коренные жители, афроамериканцы, были этим очень недовольны. Какая сейчас там ситуация, я не знаю. На самом деле нужно порасспрашивать знакомых, которые там живут, действительно ли что-то изменилось. Но я разговаривала с дочкой. Ой, прерываюсь, потому что бабушка там здоровалась. Я разговаривала с дочкой, у неё друг живёт под Чикаго. И он ей сказал, что никогда бы не жил в большом городе, в центре. Он живёт так же, как и я, где-то в 30 минутах езды. И не хочет перебираться в шумный большой город. Ну, не знаю. Я, конечно, устаю от этой тишины сельской, честно говоря. Мне бы хотелось на каблучках, по центру прогуляться. Но американские города устроены немного иначе, чем наши. Сейчас руку поменяю. Американские города устроены иначе. Несколько только больших городов-миллионников. Такие, как Нью-Йорк, пожалуй, Лос-Анджелес, может быть, Чикаго. Они имеют такую структуру, как наши обычные города. А в основном, если это город, скажем так, областного значения, то обязательно даунтаун, так называемый офисный центр. И всё вокруг него, вот такие вот маленькие домишки. Почему, говорят, одноэтажная Америка? Потому что в основном вот такие вот домишки. Вот такие вот домики в основном вокруг центральной части города. У нас, кстати, тоже это город. Это не село, это я так называю. У нас это довольно-таки большой город и с огромной протяжённостью. И я с удивлением вчера обнаружила, что, оказывается, вот в этом районе Вашингтона, казалось бы, столица рядом, и там есть линия метро, общественный транспорт. И там дома намного дешевле, чем наш дом, в котором мы сейчас живём. И можно было бы продать наш дом, выручить за него деньги и купить такой же дом. Ну, может быть, чуть поменьше, может быть, одноэтажный, но всё равно с большой площадью. Но около Вашингтона. Муж меня спросил, ты что, хочешь жить в каком-то старом одноэтажном домике? Я говорю, нет, ну, можно поискать. Ну, я понимаю, что для него, конечно, это будет хлопотно. Он говорит, только начал привыкать к какому-то комфорту. Вот. И мне жалко, я уже столько сделала в этом доме, столько труда вложила, столько ремонта, всё новенькое. А если переедешь, то переезд по-американски выглядит приблизительно так, что вся мебель остаётся в старом доме. То есть, если бы мы, например, продали свой дом, то, наверное, должны были бы оставить свою новенькую технику чужим людям и поехать на то, что есть. Поэтому надо сто раз подумать, тем более, что у нас, в принципе, очень благополучный город, район. Есть в Америке так называемые криминальные карты. Я вчера смотрела. И у нас тут атмосфера пху-пху-пху. Более-менее нормальная в криминальном плане. Только я увидела несколько грабежей из машин. И какие-то там кражи такие незначительные. Сумка у кого-то пропала. Ещё что-то вот такое. Так что вот не знаю, что и делать. Так сказать, вроде бы и провинц, и вроде бы безопасно. А душа рвётся всё-таки поближе к большому городу. Ну вот не знаю. Кстати, дом, который я нашла, там есть гараж. Что меня тоже очень соблазнило. У нас здесь гаража нет. Но зато большая стоянка просторная. Поэтому будем думать. Белку вот здесь вот машина сбила. Валялась на дороге. Вон она, бедная, лежит. Мы чуть не наткнулись на неё. Нужно ожидать нашествия хищников. Или ястребы, или коршуны, или койоты даже могут зайти. Ой, капец. Я так не люблю, когда животные вот так вот погибают на дороге. Всегда стараюсь притормозить. А тут люди гоняют. И не смотрят. Некоторые. Не все, но некоторые. Есть такие. Убрали уже. Видите, какая улечка чистенькая. Машины ещё стоят. Люди уже отдыхают. Все дорожки почистили. Листья убрали. Молодцы. Приятно идти. Смотрите, что я пью. Это детское шампанское. Безалкогольное. Оно, правда, не очень полезное, потому что здесь сок концентрированный. Ну и ничего. Всем здоровья. И приятного аппетита. Так обидно вообще день потеряла. Должна была сегодня ехать в Вашингтон. Вот приходят сообщения. Я веду переписку. У людей поменялись планы. А я бы могла заняться своими делами. И у нас темнеет. Видите, какая темень. А я хочу сейчас сесть в машину, потыкать кнопочки. Не знаю, сколько времени мне остаётся, чтобы что-то увидеть. Вот беру инструкции и пойду разбираться. Могла бы заняться этим значительно раньше. Ну всё, усела. Сейчас вот открываю инструкцию, буду читать, разбираться. Буси там скандалит. Боится, что мама уедет. И буду нажимать на кнопочки. Вот. БМВ. Руководство. Серия 4. Короче, потыкала я кнопочки в машине. Соседка подошла. И я ей показываю все эти приборы. Я даже тронулась с места. И говорю, это так всё сложно. Она стоит и говорит, и говорит со мной. У меня уже темнеет. Я стараюсь ловить момент, чтобы свет застать. Видите, как уже темно. Ну, я немножко разобралась. Уже такого страха нет. Вот. Она говорит, ничего, разберёшься. И твои белые волосы будут развиваться на ветру, когда ты сама поедешь. Посмеялись с ней. Я говорю, не говори. Это моему мужу. Она говорит, конечно, это будет наш маленький женский секрет. Ну, такие хорошие у нас соседи. Ну, и куда я от них уеду? Приедешь, говорят, что прежде чем выбрать новый дом, поинтересуйся, кто там соседи. Очень мудрая поговорка, кстати. Ну, вот так вот. Так что. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Я без макияжа. Я говорю, соседке мейкап сделаю и поеду. Ну, это, конечно, была шутка. В них дружная семья. У нас тоже. Так что вот так вот. Пошутили. Пока. Всем хорошего настроения. Продолжение следует.